Доброе утро, дорогие друзья. Недельная глава Аймур, четверг. Вы знаете, в начале этой недельной главы рассказываются довольно печальные события. Они говорятся о том, что можно и что нельзя Коину, когда, не дай Бог, умирают его близкие. А затем больше половины главы рассказывает о праздниках, о веселых, радостных днях и так далее. Это должно научить нас и быть примером для повседневной жизни каждого человека. Бывают дни тяжелые, переживания, сложности. Все бывает, но обязательно надо надеяться на лучшее и в конце концов верить в то, что все устроится и печаль сменится радостью, а грусть веселье. И так должно обязательно быть. В иудаизме существует общее правило. Каждое падение происходит ради какого-то подъема. Причем подъем этот должен быть существенней, чем предыдущее падение. И совершаться подъем на более высокий уровень. Следовательно, состояние мира, например, после дарования Торы стало выше, чем до греха Адама Евы. Согласно этому правилу, эра Машиаха, в которой мы вот-вот-вот находимся, будет совершение времени дарования Торы. И мы имеем шанс увидеть то, что является конечной целью всех тысячелетий. Мы единственное поколение, которое вот стоим на краю этого. Вы знаете, наши мудрецы очень много видели и знали. Я приведу вам несколько слов из книги наших мудрецов. Человеческая жизнь, сказали они, не складывается раз и навсегда безвозвратным образом. В ней постоянно скрыты возможности для существенных перемен. Люди, вот представь себе, человек, который уверен, что прочно держит в руках свое счастье. А вот рядом с ним другой, которого обнимают беды и всякие неприятности. Но дальше, как говорят мудрецы, тихо, крадется, крадется, тихонечко. Непредсказуемость божественного замысла. Непредсказуемость взаимоотношений человека и Бога, при котором всякая определенность, это только пустая видимость. Сильные, слабые, сытые, голодные, вознесенные, униженные, многодетные, бездетные. И все эти люди, находящиеся на крайних полюсах существования, независимо от того, вызваны это общественной жизнью или внешними причинами. Каждый человек может сменить свою судьбу на прямую противоположность. Восстать или пасть. Это в руках неба и в руках человека, действия которого вызывают действия неба. Вот это вот важно понять. Оптимизм это основа нашего мира. Ребб сказал, что в этом мире добро и зло всегда смешаны между собой. Они вот так вот смешаны с друг другом и у нас, только у нас есть выбор на что обращать внимание, на что смотреть. В жизни всегда есть два пути. Видеть прежде всего хорошее происходящее с нами в мире. Или наоборот во всем видеть плохое. Я очень часто вижу людей, которые в одной и той же ситуации один видит хорошее, а второй плохое. Все происходящее с человеком не случайно имеет глубокий смысл. И рядовые события, и радости, и беды в нашей жизни земной. Это одновременно урок и испытание, которое дает нам Всевышний. От того, как мы воспринимаем и выдерживаем эти уроки, зависит наш духовный рост и наша жизнь в бесконечном будущем мире. Обратите внимание, разбитые скрижали, которые были разбиты, это часть замысла того, кто является истоком всего сущего. Ибо, вдумаемся еще раз, с разбитием тех скрижалей, открывается возможность появления вторых скрижалей. Тем самым, указано Творцом, всякая ошибка, всякое падение, могут стать позитивной силой, способной послужить толчком к благу. Вот давайте посмотрим. Все плачут, храм разрушен первых. Но скажите, пожалуйста, для того, чтобы был разрушен, построен второй храм, надо было разрушить первый? Не могли просто взять там и... А для того, чтобы построить вечный третий храм, вот этот вечный, надо было, чтобы был разрушен второй, другого пути нету. Еще. Нас выручает всегда одно знание. Время наивысшего господства тьмы, это всегда накануне рассвета. Когда темнота достигает своего максимума и кажется, что так будет всегда, вдруг начинает светать. Еще. Мы сегодня раскрываем секреты. Главный секрет, главнейший секрет всех перемен. Сопротивляйтесь разочарованиям. Прекратите чувствовать себя обделенными. И последнее. Надо помнить, что если невозможно ничего изменить естественным образом, то всегда можно переломить ситуацию с помощью молитвы. Брахава от слаха. Всего самого-самого лучшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова